здравствуйте в этом ролике мы узнаем как собрать кухню своими руками как сэкономить на сборке кухни вернее кухонного гарнитура разберем тонкости которые лучше учитывать при самостоятельной сборке кухни узнаем какие фасады выбрать чтобы уборка на кухне отнимала намного меньше времени и в какой последовательности размещать предметы в кухонной зоне попутно мы проверим можно ли сделать маленькую кухню удобной как я уже говорил в предыдущих видео распил дсп я заказал одновременно на всю мебель поэтому к этому ролику я шел несколько выпусков для того чтобы приобрести небольшой опыт сборки мебели своими руками я уже изготовил пеленальный столик компьютерный стол тумбу для аквариума и конечно же шкаф-купе ручки и всю остальную фурнитуру покупал также одновременно кухня у меня 9 шкафчиков и г-образный пенал около холодильника на первый взгляд небольшой кухонный гарнитур и действительно пытаясь совместить кухню и гостиную в небольшой комнате особенно не разгуляешься но обратите внимание и скольких деталей состоит наша кухня для того чтобы не искать нужные детали часами мы решили сначала отсортировать все детали после того как основную массу деталей мы разобрали сложив их в соответствии с нужным шкафчиком стало намного легче подробнее остаемся на том как именно нужно размещать шкафы на кухне речь пойдет о самом удобном расположении кухонных шкафов и техники для правшей для левшей все то же самое просто отзеркать для себя весь процесс и так идем слева направо сначала должен стоять холодильник открываться он должен левой рукой соответственно в левую сторону правой рукой намного удобнее брать с полки продукты риск того что вы расколоть какую-нибудь стеклянную банку разбудив всю семью и рассекретив свое местоположение у холодильника в два часа ночи намного ниже как ни крути у ведущей руки моторика развита лучше а время поглощения пищи оставим для разбора диетологом мы же должны от холодильника переместиться к поверхности на которую положим продукты на ней происходит распаковка продуктов чистка и подготовка для последующей мойки соответственно следующим шкафчиком нужно размещать шкаф с раковиной под мойкой традиционная емкость для мусора и подводки для воды и конденсионных стоков следующий шкафчик справа от мойки предназначен для разделки мытых продуктов на порционные куски место справа для варочной поверхности в традиционной кухне под ней духовой шкаф но сейчас духовые шкафы размещают и в отдельных пеналах на высоте груди справа от варочной печи обычно делают поверхность на которую можно снять с огня кастрюлю или достать противень из духовки назовем это идеальным расположением шкафов правильным и удобным движением продуктов добиться такого можно на достаточно больших и длинных кухнях у нас кухонная зона должна вместиться на трех квадратных метр не считая холодильника он будет стоять с противоположной стороны но жертвовать придется и площадкой для размещения готовых блюд сначала мы хотели взять варочную плиту на две конфорки но потом решили купить стандартную плиту на 4 только вот пожертвовать пришлось еще местом для разделки мытых продуктов нивелировать это урезание должен кухонный стол площадь рабочей поверхности возрастет правда крутиться придется немного больше кухонный стол решили сделать из той же столешницы по типу барной стойки назовем его стационар то он смысле что его нельзя будет передвигать с места на место для удобства высоту этой самой барной стойки сделали как у обычного стола сидеть на обычном стуле с таким столом намного удобнее снизу мы сделали небольшую выдвижную полку для столовых приборов расстояние между зоной готовки столом 670 миллиметров его хватает для того чтобы готовить и для того чтобы сесть за стол если начнет не хватать то просто нужно реже подходить к холодильнику в два часа ночи дверные ручки закупили одинаковые на все предметы мебели так удалось избежать разнобоя выбрали именно ручки с удобным хватом почему не сделали модные двери без ручек все просто на мой взгляд ими неудобно пользоваться те дверцы открывание которых реализовано путем нажатия вводят заблуждение периодически нажимаешь на другую сторону дверцы плюс к этому фасад будет постоянно за ляпом отпечатками пальцев те фасады торце которых выфрезерована углубление тоже не ясно в какую сторону открывать крошки грязь будут скапливаться в этих углублениях а вариант с обычными ручками в заблуждении он не вводит где ручка там и тени фасад чистый грязь не скапливается одни плюсы в общем выбрал петли с доводчиком да пришлось заплатить немного дороже чем за обычные петли но экономия наступит на большем сроке использования фасадов закрываются они мягко и плавно работа доводчиков очень понравилось рекомендую подсветка рабочей зоны на кухне нужна или нет мой ответ да вещь очень удобная особенно учитывая тот факт что сейчас в освещении правят бал светодиоды занимает мало места хорошо освещают поверхность с ними будет удобно выбирать все мелкие косточки приготовки или делать фото еды для социальных сетей можно вечером включить как ненавязчивую и не бьющую в глаза подсветку питание постоянным током делает их безопасными даже для влажной кухонной зоны плюсов много цена в принципе невысокая вещь полезная фасады с верхними кухонными шкафчиками все проще они вешаются в соответствии с нижним рядом кухонной мебели над мойкой сушка для посуды в углу угловой шкаф над варочной поверхностью вытяжка еще было два обычных шкафа с полочками для хранения полки в них лучше сделать с разной высотой желательно для начала подумав что будете в них хранить к примеру я сделал нижнюю полку более высокой чем все остальные в результате крупногабаритные предметы нужно будет поднимать на меньшую высоту на маленьких кухнях со стандартной высотой верхних шкафчиков из-за отсутствия места рано или поздно сверху начинают складироваться разные нужные предметы естественно со временем про них забывают и они обрастают пылью поскольку у нас верхний ряд кухни почти под самый потолок то складировать там что-либо проблематично а вот для того чтобы вытереть пыль места достаточно в общем высокий верхний ряд шкафов одним своим присутствием позволяет поддерживать порядок в помещении лишним будет говорить то что внутрь поместится больше предметов столешница для встраивания варочной поверхности и раковины прорезается по следующему алгоритму для начала нужно изучить инструкцию к технике это необходимо для того чтобы понять как лучше приложить лекала обычно они идут в комплекте дальше их нужно приложить к столешнице и обвести после этого по всем четырем углам просверливаются отверстия диаметра которых хватит для того чтобы просунуть пилку лобзика у меня толщина столешницы 38 миллиметров пилить такой пилкой для чистового реза достаточно долго можно выбрать и обычное полотно после выпиливания отверстий края все равно нужно обработать герметиком одной тубы хватит как на обработку резов под варочной поверхностью и мойкой так и для того чтобы потом приклеить эту кухонную технику к столешнице так вода точно не затечет внутрь места и обрабатывание герметиком лучше защитить малярным скотчем оттирается герметик особенно от столешниц с фактурой очень тяжело проверено лично по стандарту должна быть на уровне 850 миллиметров это расчетная цифра которая сделает удобным использование кухни и высоким и низким людям в любом случае с помощью регулируемых ножек можно добавить к высоте пару сантиметров у нас чистая высота столешницы 890 миллиметров пользоваться удобно кстати учитывайте что толщина столешницы бывают разные чем толще тем премиальнее считается кухонный гарнитур у нас золотая середина 38 миллиметров столешница естественно влагостойкой другой на кухне не место перейдем к следующему размеру с этим размером лучше не играть высота рабочей зоны это расстояние между столешницей и нижним краем верхних шкафчиков для того чтобы при готовке пищи не биться головой а верхние шкафчики на вашей кухне не рекомендуется делать это расстояние меньше 600 миллиметров глубина верхних шкафчиков меньше чем нижних 300 и 600 миллиметров соответственно и это оптимальное расстояние фасад как много тут вариантов по большому счету именно ими отличаются кухни друг от друга самые дешевые это фасады из лдсп это тот же материал что и для стенок недолговечные быстро теряют вид можно наклеить стекло на весь фасад но это получится намного дороже но общий вид становится ровно настолько же лучше дальше идут уже специализированные фасады это плиты mdf обклеены специальными пленками пленка приклеивается начиная с на фасаде и заканчиваясь на торцах одним листом так стыков как и шансов что под нее попадет пар намного меньше такой фасад намного дольше сохранить свой внешний вид бывают глухие и цельные фасады а бывает с прорезями в них обычно вставляется стекло на любой фасад можно заказать различные фрезеровки расцветок целый вагон огромное пространство для работы дизайнеру по пленкам желательно отдавать предпочтение более дорогим говорят они более устойчивы к выцветанию подсолнечными лучами но это может показать только время поскольку у нас небольшая п-образная кухня для более удобного доступа к сушке для посуды а это наверное самый часто используемый шкафчик решили сделать систему открывания freefold при такой системе фасад при открывании ломается на две части и поднимается вверх описывая не круг а квадрат это оставляет больше места для доступа к тарелкам но в то же время дверца не мешает так как находится намного выше головы человека пожалуй установка подъемника freefold была самой трудной и сложной частью сборки кухни это требует достаточно точной разметки и сверления не только кухонный гарнитур мы собрали своими руками ссылка на плейлист будет в правом верхнем углу надеюсь вам понравилось само видео и сам процесс изготовления кухни кстати можете попробовать сами собрать кухню своими руками как видите сборка кухни это не такой уж и сложный процесс особенно если у вас есть хорошие друзья в любом случае надеюсь советы о проектировании и сборке кухни своими руками будут полезны ставьте лайк подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик для настройки уведомления о выходе новых серий